Музыка Только тестирование Даже когда мы все уже перетестировали Все тестами покрыли Нельзя выкладывать все одновременно Мегафон собственно ложится последние два месяца как раз для того, что они протестировали, молодцы. Но они, к сожалению, не забывают о последнем тестировании, когда нужно выложить маленькую часть и посмотреть, как на маленькой части наше оборудование, наша конфигурация, наша серия справляется нагрузкой. Если справляется хорошо, можно выкатывать на большую часть, всегда помните о том, чтобы откатиться. Если не справляется, вот маленькая часть трафика мы дали, там у нас, не знаю, бывали ситуации, когда мы выкатывали на часть, на одну десятую трафика, и у нас начинали джинсы просто падать. То есть какая-то нестыковка модуля, секфонт вылетает во все. Мы просто теряли там одну или две минуты трафик, но мы теряли там, мы смогли там один-два процента, потому что нагружены были узлы, и вот эти там полминуты-минуту, да, у нас был отказ для обслуживания, для одного процента, но при этом в целом мы избежали отказа в обслуживании там двух-трех минуты всей сети. Значит, что я предлагаю? Значит, семь правил высокой доступности, то есть у меня очень короткий доклад, и я очень надеюсь, что парадигма высокой доступности, она отзовется эхом где-то и вернется к вам уже каким-то знанием, которое сможете завтра взять и использовать. То есть все эти вещи, которые я скажу, они в принципе банальные, но если вы сможете их применить в своей работе, ну как-то по-другому на то, что вы делаете, что у вас там, может быть, что-то не так, если у вас все-таки падает что-то часто или еще что-то, и сможете это изменить. Я буду очень рад, честно. Я устал от того, что когда заходишь на сайт, он там долго открывается, или там говорит мне 502-ю, или еще что-нибудь говорить, я просто от этого устал. Я честно, буду сам очень рад, если доступных быстрых сайтов станет больше. Значит, первое, это дублирование. Это абсолютно очевидная вещь, но при этом никто его почти не делает. Если мы задублировали нашу инфраструктуру там по максимуму, включая людей, которые отвечают за ключевые вещи, это значит, что мы устранили единую точку отказа. Если у вас где-то что-то одно отвечает за какую-то ключевую вещь, оно откажет рано или поздно. И просто на себе мину за бедное действие подкладывают. То есть у вас один ночной инженер за что-то отвечает, а папа у него заболел ребенок. И он с ним поехал в больницу. И кердык у вас 5 часов ночи все лежал. Потому что, простите, инженеру будет важнее вылечить ребенка, чем поднять там вашу ферму сервера. Ну, мы все люди. Поэтому, если у вас один ночной инженер, подумайте о том, как его забублировать. Ну, это касается абсолютно всего от инженера железа. Это толще техническая команда, которая вытергирует на проблемы. Второе, это максимальная максимальная идентичность ваших окружений. Для нас это синхронизация. То есть у нас синхронизация файлов через отсинку, у нас синхронизация конфигурации через анксиба, у нас синхронизация пакетов через юм. Ну, то есть у нас там синхронизация, мы через юм синхронизируем пакет. У нас на каждом инфинансе абсолютно идентичное окружение. Причем железо у нас тоже идентичное. Только благодаря этому мы добиваемся того, что если у нас что-то отказывает, то мы можем с этим как-то разобраться. И если он отказывает, то можно переключить на абсолютно идентичную инфинанс. То есть это либо идентичные виртуалки, либо максимально идентичное железо с идентичной конфигурацией. И синхронизация – это второе правило, к которому мы пришли. То есть без синхронизации, к сожалению, ну, на байстанце это может еще мало, но если у вас там два десятка инстанцев без единой конфигурации, вы потом будете очень долго отлавливать потерю сетевых пакетов, только потому, что там у вас там что-то там OpenCSM этой версии здесь, а потом, ну, в общем, ерунда полная. Синхронизация там исключает еще один пласт ошибок. Следующая вещь. О, я даже уже ускорился. Выделено тестовый узел. Не все так делают. У нас тестовый узел абсолютно, ну, не абсолютно 99,9% в идентичном выборе. То есть там только железо другое, а все остальные конфигурации идентичные. И прежде чем мы что-то выкладываем, выкладываем сначала на нем. Прежде чем выкладываем в бой, выкладываем на тест, прогоняем все тесты. Только так. Никогда на бой. Вообще ни разу на бой. И тестовый узел обязательно иметь. Если это будет полная копия вашей инфраструктуры, может быть, это будет немножко дороже. Но это одно из тех правил, которые позволят вам получить высокую доступность. В конце у меня будет свадьба про экономику. Всем, кто там сейчас упомыляется, про экономику у меня будет. Там на самом деле не все так запущено, там все достаточно дешево получается. Но тестовый узел для идентичного боевому это вот третье правило высокой доступности. Значит, четвертое правило скорее про балансировку и скорее к сведению, чем к реальной жизни. Если у вас нет собственно автономной системы и вы там опираетесь на какие-то другие системы и они вам не дают отказоустойчивый IP-адрес, то у вас минимальное время простое будет 20 минут. Ну, условно минимальное, потому что это DNS. Если кто-то очень умный мне сейчас скажет, что DT и DNS можно выставлять, я ему скажу, что там в Windows по умолчанию 15 минут. И, к сожалению, в Windows вы у всех Windows клиентов вы им от себя не выставите. Право и другие. Ну, это как бы меньшее. Вот, но 8-15 минут. Меньше 15 минут мы много раз тестировали, переключали там трафик. За 15 минут он выравнивается до 80-90%. До этого он может просто лежать. То есть у вас отказан IP-адрес, приключите IP-адрес через DNS и сможете течение 15 минут. Если вам нужно меньшее время простое, ну, то есть, если 15 минут нормально, то есть вы там за два раза в год вы лежите на 15 минут, у вас 30 минут в год, у вас получается там, что там, 3-3,5 девятки доступности. Ну, если вам 3 девятки, то нормально, то там DNS ваш. Если вам нужно больше, чем 3 девятки, там 4-5 девяток по доступности, то у вас, к сожалению, только отказоустойчивые IP-адреса, то есть, либо там вы арендуете, либо, собственно, автономная система, и через BGP или BEPT вы сокращаете время простоя. То есть, вначале у меня было, что недоступность, это там количество, количество инцидентов недоступности, на период недоступности. И вот технические решения по сокращению периода недоступности в случае там, какого-то хат-дварного отказа, там, в дата-центру ПАВ, по сути, у вас только сетевой, работающий автоматически, то есть, у вас там не будет триггеров, маршруты провайдеров, они перестраиваются на основании таймаутов, которые вы просто конфигурации задали. У вас инженер не успеет там за 3 минуты реагировать, что нужно что-то переключить в DNS, куда-то можно настроить робот, он там проверил, что-то упало, переключил тишину. То есть, у вас нужно время реакции на минуты, только автоматически, на основании протоколов, только по BGP, плюс BID. Аппаратная часть. Естественно, самое надежное. То есть, все лежат, мы протестировали, не знаю, 30 или 40 хостинг-провайдеров в России за последние 7 лет, то есть, у нас там мониторинг, наш сидел, все лежат. Нет ни одного хостинг-провайдера, кто хотя бы раз в год не прилегал, хотя бы на полчаса. Лежат все. Но не есть некоторые, которые лежат меньше других. Есть, реально есть. В принципе, на них можно опираться, но я говорю, если у вас там устраивают 3-4 девятки, берете любого хостинг-провайдера, в принципе, на нем все строите. Нужно больше, значит, несколько, там синхронизация, балансировка и переключение. Самая важная часть, это, пожалуй, вся соль, то есть, этот доклад я не первый год читаю, вся соль последнего года. То есть, чему мы дошли? Когда мы устранили все хардварные и софтварные проблемы, то есть, мы тестируем, мы покрываем тесты, у нас есть там специфика, откатки, обновления, если у нас обновления пошли не так, у нас есть регламенты переключения, там автоматика по переключению между отказавшими узлами, там шлюзы, сетевые серверы и так далее. Мы дошли до того, что у нас количество человеческих ошибок приводило к 90-95% недоступности. То есть, железо, софт, оно работало, ну, что роботы, пашут, пашут, люди отказывают. Поэтому мы дошли до того, что были крайне жесткие регламенты на то, чтобы что-то делать. Потому что любое человеческое действие потенциально придет к ошибке. И ошибки существенно, процент, ошибки, он существенно выше, чем ваша, ваша недоступность. В смысле, там, человек ошибается, один раз на 100, профессионал один раз на 500. Но простите меня, это 2-2,5 девятки по доступности. Ну, то есть, вы там сделали 100 операций, один раз ошиблись, 99%. Ну, это никуда не пойдет. Соответственно, мы ввели регламенты, в частности, если у нас идут какие-то обновления конфигурации, которые потенциально могут что-то затронуть, там, например, перезапуск инжинса, который в целом проходит гладко, но при этом иногда он может упасть. то есть, там, бинарник нам нужно перезапускать, мы отключаем там инфраструктуру, все делаем, включаем инфраструктуру. Отключение-включение у нас сейчас в течение там нескольких секунд, поэтому там для пользователей ну, почти безопасно. И обновление у нас не так существует. Важная вещь, мы исключаем возможность влияния человеческой ошибки на качество сервиса. Мы ее исключаем на уровне организационных регламентов. Это очень важная мысль. То есть, там, где человек может ошибиться, мы не даем ему право, чтобы эта ошибка повлияла на качество сервиса. Все. Качество сервиса это качество сервиса. Человеческие ошибки это человеческие ошибки. Это разные вещи. Люди смосят ошибаться. Это очень хорошо, когда люди ошибаются. Это там новые знания, это опыт. Это очень хорошо. Но когда мы говорим про доступность, про качество, это, ну, это клиенты, это деньги. То есть, ошибки в одно место, деньги в другое место. Все счастливы. Это делается только регламентами, то есть как бы вы не наращивали количество тестовых нот или там всего остального, только регламенты, только четкие инструкции, как себя вести в стандартных и нестандартных ситуациях, помогут сдвинуться вот в этом направлении. Это вот соль. Я надеюсь, что те, кто из вас, кто могут влиять на регламенты или пишут их сами, задумываются и ведут очень жесткие правила по работе с окружением с бывыми и так далее. Еще очень важная вещь, которую я мало где встречаю, значит, можно погуглить ссылочку «Автономный компьютинг». Я вот об этой ссылке узнал только года полтора назад, а используем мы это уже там два с половиной года. Значит, использую, только после этого узнал, что у них такая система есть. Это автономные системы. Суть в том, что мы системе узнаем некоторые правила, в основании которых она считает, что она здорова. Как только у нее какое-то отклонение от здоровья, ну, например, не знаю, у нас там БХП упал, ну, упал-упал, или Маскейль упал, или еще чем-то упал, или дед закончился. Мы говорим системе «Полечи себя сама, пожалуйста». И у нас на все неблагоприятные события написаны триггеры, как система должна сама себя восстанавливать. То есть у нас регулярно происходит сбой там, ну, без боев ничего не живет, все как-то движется. Но при этом у нас все системы настроены на максимально автономную работу, в том смысле, что они могут без нас сами себя исправлять. Это тоже важная парадигма, и если вы задумаетесь, как ваш код, как ваше приложение может себя лечить, чтобы без вашего участия исправлять собственную недоступность, как минимум мысль об этом уже сделает вас лучше. А если вы сможете это имплементировать, это будет вообще космос, будет отличие. И, значит, у меня два последних слайда про экономику, я эту прикинул. Значит, основные затраты у нас, мы, конечно, на железо все смотрим, что там станет больше, когда мы задумали, сделали тесты в этом и так далее. Но на самом деле основные затраты по людям у вас пойдут, и немножко больше по тестам. Поскольку железо это редко, когда там, ну, основная статья расхода, в основном там обслуживание, как минимум половина или там 80%, а обслуживание не сильно увеличивается. То есть просто вот сам аппаратик, она потребует, чтобы сотрудники были более компетентны. Но в целом я даже этот коэффициент готов уже до 1 на 1 снизить, потому что просто регламенты нужно писать, и там за 3 месяца, чтобы все регламенты не соответствуют. Вот. Это особенно 4 девятки. То есть это переход с 3 девяток до 4 будет стоить вам примерно в 3 раза больше денег, в 2 раза больше денег на обслуживание. Переход с 3 девяток до 5 девяток будет стоить вам примерно в 3 раза больше денег. Может, там потребуется существенная сетевая компетенция как минимум. Либо там немножко больше денег на аренду сетей. Здесь существенно, что у нас, собственно, автономная система, то есть подсеть, там, Слеж-24, либо арендованные отказоустойчивые адреса, чтобы вы могли сбалансировать в течение нескольких секунд недоступные ваши бэкэнты, недоступные сервисы. То есть если вы сможете это сделать за счет их внешних систем, там, если Amazon дает S3, Root, мы даем отказоустойчивые адреса, ну и так далее, то отлично. Но это стоит дополнительных денег, в зависимости от размера вашей инфраструктуры. Тогда доступность 5 девяток и только фут. На этом у меня все. Я надеюсь, я уложился в 15 минут. Спасибо.